Несколько часов назад информационные агентства заявили о захвате аэропорта Симферополя. По данным СМИ, в международный терминал, сломав ворота, ворвались полсотни бойцов в камуфляже и без опознавательных знаков. Позже представители аэропорта уточнили. Попытка захвата была. Но со стороны местных жителей, а не военных, они были уверены, что в городе высадился десант из Киева. Убедившись, что никого нет, захватчики извинились и удалились. А в окрестностях Севастополя блокированный аэродром Бельбек, который принадлежит и украинской армии. Неизвестные в бронежилетах и касках заняли по периметру всю территорию военной части. Кроме того, занят гостевой домик рядом с аэродромом. В нем, со времен Михаила Горбачева, останавливались высокопоставленные гости. В целом же, подъезды к Севастополю сейчас патрулируют бойцы Беркута. Крымские части спецназа отказались подчиниться приказу Киева о расформировании отряда. Тем временем, Владимир Путин поручил правительству проработать вопросы об оказании Крыма гуманитарной помощи. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Глава государства поручил также продолжить контакты с украинскими партнерами по развитию торгово-экономических связей. Провести консультации с иностранными государствами по оказанию финансовой помощи Украине. В самом Киеве ждут новостей из Ростова-на-Дону, где сегодня свою пресс-конференцию проведет Виктор Инукович. Накануне он распространил заявление, в котором заявил, что по-прежнему считает себя...